Давай, давай, давай. Ладно, тут вообще не вариант. Нервный смех, внутри паника. В час пик оказаться в переполненной маршрутке – то еще испытание. Настолько тесно, что нечем дышать. Наша съемочная группа, да и другие барнаульцы не влезли в забитый до отказа транспорт. Ждем следующий. Но и он не для всех желающих. Даже не открыл. Да, не открыл вообще. Ушел 2.144, 2.35 ушло. Вот я как раз вышла с другого транспорта, он ушел. Собственно, вы сейчас сами все видели. Некоторые маршрутки переполнены, люди не могут уехать, ждут следующего транспорта по 40 минут, а то и по часу, чтобы уехать, наконец, домой. Ну, минус 30. Как это, комфортно стоять? Ну, и мы можем стоять полтора часа. Крайне плохо ходит автобус 65-й. Он практически один идет в центр, с Ускова. Вот там новый микрорайон, новый район построили, а уехать невозможно оттуда. Я езжу на работу и по 40 минут стою на остановке, да. На чем ездите? Вот 58-й, 50-й, 58-й. Полный? Всегда полный. Я втисну один раз, наверное, дня два назад руку не сломали. 58-й не ваш? Мой, вот. Бегите, пока есть шанс. Некоторые отказываются проходить ежедневный квест. Пробиться в автобус не пытаются. Часть пути идут пешком. Наш шеф-редактор в полупешем режиме живет уже несколько недель. Я посчитала по времени, что путь, когда я половину пути еду пешком, половину еду на автобусе, по времени это получается даже меньше, чем если бы я пришла на остановку, прождала автобус, прождала автобус, который можно встать и приехать на работу. Вот в этом своем маршруте я уверена в том, что я хотя бы не опоздаю. Этой зимой, если быть точнее, с этого года барнаульцы особенно остро ощутили дефицит общественного транспорта. Причина – нехватка водителей. Кадровый голод составляет до 50% от штатного расписания, отмечают в городском комитете по транспорту. Сегодня заработная оплата водителя автобуса, поясняют в администрации, составляет около 30 тысяч рублей. Львиной доли водителей такой зарплаты, естественно, не хватает. Они уходят на более высокооплачиваемую работу в смежных отраслях, водят грузовой транспорт, спецтехнику. Но ни в коем случае не общественный. Хотя есть и такие водители, кто предан автобусу уже на протяжении четверти века. Вы давно работаете водителем? 25 лет. Нет желания сменить работу из-за того, что тяжело? Да нет. Уже привык. Водителей хватает на вашей линии? Не, не хватает. У нас машина на 10 стоит вообще без водителя. Так что приходите. Транспорт есть, рабочих рук нет. С нехваткой водителей сталкиваются сегодня все пассажироперевозчики Барнаула. За 7 лет, рассказывает Олег Бесчастный, ни одного нового водителя не пришло в профессию. Неукомплектованности по предприятию где-то примерно 40%. То есть были когда ковидные моменты, очень много кто заболел, кто вообще ушел из профессии. Потом мобилизация подкосила. А сейчас опять волна пошла, гриппа тоже болеет. Очень много болеют. К сожалению, сейчас ситуация довольно сложная с транспортом общественным в городе Барнауле сложилась. В первую очередь, конечно, это связано с тем, что у нас недостаток подвижного состава, в том числе автобусов в большой вместимости. То есть те единицы подвижного состава не могут перевезти всех пассажиров. Второй момент такой сложился, это кадровый голод. Соответственно, нехватка водителей. И не только водителей, как и кондукторов, так и обслуживающего персонала, связанного с ремонтом этой техники. Ну и в первую очередь, как бы это происходит из-за чего? Из-за того, что заработные платы у нас сейчас низкие. Повысить престиж профессии мог бы достойный заработок, но предприятия не могут лишний раз премировать сотрудников. Пассажиры перевозки малорентабельны. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что мы работаем на некоторых маршрутах, себе даже в убыток работаем. Некоторые маршруты рентабельность вообще маленькая в 2%. То есть рентабельности больше 5%. Я думаю, что ни одного перевозчика нет сегодня. Потому что стоимость увеличилась на горюче-смазочные материалы, на запчасти увеличилась, ЖКХ. За все же нужно платить за свет, за воду, за тепло. Все увеличилось, а проезд-то не увеличился. Со следующего года стоимость проезда поднимут на 2 рубля. Но это не та сумма, которая поможет выйти в достойную прибыль. Идеальная стоимость проезда должна составлять не менее 35 рублей. Тогда можно говорить о существенном повышении зарплаты водителей, говорят перевозчики. Пока же используются другие доступные способы по привлечению в профессию. Транспортными предприятиями принимаются всевозможные меры для улучшения ситуации. Активизирована работа по размещению информации о вакансиях. Ведется работа с центром занятости населения. Предоставляется жилье иногородним гражданам. Проводится обучение в автошколах за счет средств перевозчиков. Зима только началась. Морозы свирепствуют, автобусов не дождаться. Волшебной палочки, которую одним взмахом подарит горожанам водители общественного транспорта, нет. А это значит, что людям и дальше придется мерзнуть на остановках и готовить локти. Тесно вообще не залезть утром, не уехать. Вот я на первой стою, их два пропускаю, три. Тогда залазлю. Домой хочется вовремя все-таки? Ну, конечно, конечно. А как? Как любому человеку охота быстрее домой приехать. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.